Кому-то интересно, где мы берем свои растения, которые сажаем вокруг дома, перед домом, в своих садах, огородах, так вы сейчас на нужном видео. Именно об этом я сейчас и буду снимать, покажу вам, что у нас придаёт Walmart. Walmart у нас почти в каждом городе, но в каждом более-менее крупном, даже маленьких. Вот видите, уже сзади меня вот такие вот кипарисики небольшие. Давайте сейчас подробно всё рассмотрим, посмотрим даже, наверное, что там внутри. Вот я кипарисы люблю, потому что они мне напоминают наши... Подождите, где это я видела кипарисы? В Сочи, кажется. В Сочи видела и, кажется, видела кипарисы в Керчи. Вот, кажется, там. И так мне эти растения понравились, они огромные, высокие. Просто они мне казались какими-то волшебными. Гляньте, они здесь по 20 долларов. Вот такие вот маленькие совсем ещё детки. А вы знаете, вот в Канзасе их почему-то не очень любят. Особенно те, у кого были всякие ранчи. Там их просто срубают и выжигают, потому что они растут как сорняки. Такие вот маленькие берёзочки. Я так вижу, сейчас они по 9 долларов продаются с ребёнком, с ребёнка ростом. Гляньте, какие интересные розы. Но розы подвяли, потому что сейчас уже жара. Видно, вот выжигает их просто сейчас это жарище. Да и, кстати, весна пришла к концу. Лето началось. Здесь, да, они обычно летом спят. Ну вот немножечко остались кое-какие цветочки. Я думаю, сейчас на них цена очень сильно упадёт. Видите, такое вот деревце. Вот такие вот уже очень большие плодовые деревья. Хорошая цена, замечательная. Просто 32 доллара. Вот это яблонька. Видите, вот в синем таком пакете. Это яблонька. Там дальше груши есть. А вот это даже слива. И это настоящие плодовые, не декоративные. Не просто для того, чтобы у вас весной стояло цветущее деревце. А вот такое, которое будет вам плодики давать. Что за тропическая красотища стоит 20 долларов. Очень уж мне нравятся вот эти вот кустики. Такие шрабзы называют. Смотрите, какие красивые листья. Я вообще люблю очень тропические растения. Они меня просто завораживают. Поэтому, когда я вижу что-то похожее на тропическое, что я могу посадить у себя в Канзасе, я сразу так радуюсь, как ребенок. Такие ряды, ряды, ряды. Масса петуний. И чего вообще только тут нет. Какая она разная. Полосатики такие. Петунию просто обожаю. Вот почему-то петунию вижу, вспоминаю свой детский сад. Хороший был детский сад. Вообще-то у меня все детские сады были плохие, а вот тот с петунией был хороший. Остались очень хорошие воспоминания. Эти розочки неприхотливые, нокаутс. Почему они, интересно, продаются сейчас? А вот не вижу сразу. Сразу и не скажу. Смотрела 8,54. Цена очень хорошая. Вот, кстати, вот такие вот, с простыми цветочками, да, не вот такими вот полными, а вот такие вот. Они быстрее растут, они даже лучше. Больше, крупнее, мощнее. Вот до такой вот степени все это цветами обсыпано будет, когда кустик станет взросленьким. Вот красота какая. Вот взять себе все усадить сзади дома цветами, да. Причем вот так рассчитать, чтобы вот появлялось их помногу. Допустим, вот лилии отцветают, потом еще какие-то появляются. В принципе, все это, конечно, можно обдумать и сделать. Сделать по уму. Чтобы постоянно сад весь был в цветах. Чтобы не было такого, что отцвели и все, и все просто зеленое там или вообще никакое. Вот что-то такое. Вот это вот пальмочка. Она очень похожа на ананас. Прелесть какая. Я вот не знаю. Это такая пальмочка, которую дома держать. Или можно ее в Канзасе у нас на улице. Наверное, ее можно выносить на лето, я думаю. Зимой держать дома. А на лето можно вынести, да, в горшке. Вот гляньте, вот здесь вот под такой вот сеточкой. Здесь, конечно, растениям живется полегче. Их поливают постоянно, и у них какая-то тень все-таки есть. Солнце это наше палящее их не выжигает. Вот цены наши, да. Доллар 72, это вот за такой вот маленький цветочек. Любят у себя на заднем дворе выращивать помидорчики, огурчики, всякие-всякие штучки. А вот я, вы знаете, я люблю очень укроп добавлять себе в пищу. Вот я думаю, может мне стоит укроп купить и выращивать его. Потому что я его редко вижу где-то в супермаркетах. Если вижу, то вообще вот два волоска и за очень большие деньги почему-то. Ведь можно же вот взять и выращивать. Гляньте, вот 2,94 стоит. Вот, наверное, все-таки стоит мне это делать. А потом вот высушивать и пользоваться. Вот мята. Ну, это я смотрю, петрушечка. Это все такое вот огородное здесь вот на этой стороне. Очень-очень красивые. Это всякие разновидности, интересные, столько красок. Красотища. Вот сам цветок похож на клевер, но это не клевер, это что-то другое. Интересно, как называются эти листья. Красивые такие. Калладиум. Вот такие вот очень красивые. Причем, мне кажется, что их хорошо, знаете, не просто вот взять желтый, да, или просто оранжевый, а вот взять их и перемешать. Желтый и оранжевый. Какие они красивые, смотрите. Хвостики такие вот пушистые. Оно все красиво, смотрите, когда оно все вместе в таком количестве. Вот так бы себе бы насадить бы в своем саду, да, вот в таком количестве, вот чтобы столько было всяких цветущих растений или просто вот кустов. Я вот пыталась что-то такое сделать, но мои кусты постоянно гуси съедают. Гуси с озера, у меня прямо вот за домом озеро, и вот они садятся на озеро, а потом с озера выходят и идут, едят мою траву, едят мои кустики. Я посадила маленькие, они их постоянно делают все меньше и меньше. Ой, сейчас смотрю на свой любимый цветок. Опять мне вот этот цветок напоминает о моем детстве. Я помню, мы собирались уезжать с мамой, с папой куда-то, куда-то в очень интересное место. И вот мама пришла договариваться в детский сад, и вот я стояла и рассматривала вот эти цветочки в детском саду. Она пришла договариваться, что она меня забирает на какое-то время. А вот это вот что-то вроде колокольчиков, да? Лесные такие вот, лесные, которые превратились в культурные растения. Обычно их где-то под деревом высаживают в тени. Всего интересного. Очень люблю растения. Не вижу цену на них, очень уже некрасивые. Можно купить такие вот сенокосилки. Я смотрю вот эти на распродаже. Сейчас они за 111. Или вот такой даже трактор. Вот этот трактор небольшой. Он стоит вот 844. Это когда уже человек как-то особо не может косить. А участок большой, они обычно на тракторе. Или просто, просто позабавляться. У меня, например, сосед любит свой трактор. У него там земли сгулькин нос. Но все равно он на тракторе. Всякая тропическая красота. Например, такой симпатичный плетеный диванчик для сада. Вот наши, наши, ну не наши, грили, которые здесь продаются. Вот примерно цена 300 долларов. Я округлила, ну 250-300. Можно, конечно, и по наворочению купить. Вот такой вот, я смотрю, 200. Вот тут вот такие вот лампочки для вашего сада. Подсвечивающие. Ну вот эти вот просто, это просто соло. Знаете, ну как вот эти вот солнечные батарейки, да? Не как, а именно на солнечных батарейках. Ну вот такие вот я купила. Они долго не живут. У меня еще где-то есть еще новенькие. Но все равно они очень быстро, что-то с ними происходит, что не знаю. Вот, ну чем подороже, тем дольше жить будут. Такие вот гавайские тики торчес выставляют в саду, когда вот к вам гости приходят, или вы просто хотите в бассейне купаться, может быть, просто сидеть там. Это от комаров. Он комаров распугивает, их поджигаешь, втыкаешь в землю, и они стоят, распугивают комаров. Можно купить луковицы всяких, луковицы, корни всяких вот этих вот растений, цветов. Вот я смотрю, есть ли здесь лилии. Есть лилии, вижу, вижу. А нет, это Кенненс, это не лилии. И вот видите, как они выглядят. Вот это слоновое ухо, вот такое вот тропическое. Интересно выставляют, чтобы они ночью подсвечивали дерево. Очень красиво получается, такой эффект интересный. Жара такая на улице, так что я вот зашла, сейчас рассматриваю эти фонарики. В принципе, я сейчас в Олмарь зашла по другим делам, но я заодно сделала видео вам. Все, ребята, я, наверное, буду прощаться, потому что оно, наверное, самое интересное, я уже показала по этой теме. Все, всем пока, надеюсь, вам понравилось.